Приветствую вас! Вы знаете, я, наверное, скажу такую достаточно мональную вещь, вот, но вы с молодым человеком просто немного разные. И я так подозреваю, что вы с молодым человеком находитесь на разных уровнях зрелости. То есть, если вы в силу своего характера, в силу своей индивидуальности, человек, который смотрит вперёд, для которого важно развитие, для которого важно развиваться, для которого важно к чему-то стремиться, для которого важно куда-то расти, для которого важно к чему-то в итоге прийти, ну, в вашем случае, это собака, это дом, это дети, вот. Ну, тут правда, конечно, я бы здесь спросил, это всё, к чему вы хотите прийти? То есть, мне кажется, что этого мало для человека. Ну, то есть, дом – хорошо, собака – хорошо, дети – хорошо, но это всё не вы. То есть, что лично вам нужно, к чему лично вы хотите прийти? Да? То есть, дом – собака и дети никак вас не определяют. Вас определяет карьера, вас определяет вклад в культуру, продвижение ценностей, вас определяет ваша жизненная позиция, вас определяет ваше творчество, если вы им занимаетесь. Вот. То, что определяет вас. Если этого нет, то дом, собака и дети – это то же самое, что и компьютер для молодого человека. Качественно – это то же самое. Так вот. Вы разные, потому что вы хотите всего этого, а молодой человек, молодой человек хочет просто того, чем он занимается сейчас. То есть, вы живёте в будущем, а молодой человек живёт здесь и сейчас. Вы планируете на будущее, ну, считаете, что можете планировать своё будущее. А молодой человек его не планирует. И всё. И я думаю, что и вы, и он были такими всегда. Я просто сомневаюсь, я сильно сомневаюсь в том, что молодой человек мог, например, измениться за три года. Ну, я не верю в это. Я не могу поверить в то, что молодой человек изменился за три года. И что вы изменились за три года. Я просто думаю, что вас связывала страсть. Я думаю, что вас связывала романтика, возможно, влюблённость. Но к третьему году это проходит, и если у людей к тому времени нет ничего общего, то и они не принимают друг друга такими, какие они есть, то начинается проблема. И у меня к вам в этом смысле один вопрос. Почему вы не принимаете молодого человека таким, как он есть, и пытаетесь его поменять? Зачем? На языке психологии это называется перенос, проекция. То есть вы хотите поменяться сами, вы хотите измениться сами, и вы пытаетесь изменить молодого человека. Только вы ищите себя сами, и вы хотите, чтобы молодой человек также нашёл себя сам. Но зачем? Зачем вам, чтобы он себя искал? Для чего вам это нужно? Вот это вопрос, на который нужно найти ответ, как мне кажется. Потому что в противном случае ситуация будет, ну, не совсем адекватна, да? То есть, по сути, вы отвергаете свою индивидуальность тем, что пытаетесь своего молодого человека сделать таким же. Я не думаю, что это хорошая идея для вас и для него. Вот. Да, вы правы, у вас меньше становится общих интересов, потому что вас интересует то, что не интересует его, и его интересует то, что не интересует вас. Но это всего лишь означает, что вы не подходите друг другу, и всё. И бывает так, что у людей достаточно разные интересы, но в силу того, что есть плюсы у каждого из партнёров, которые как бы компенсируют, как бы уравновешивают минусы, люди всё равно вместе. Поэтому, с одной стороны, с одной стороны, вроде бы вы делаете что-то позитивное, то есть вы меняетесь сами, вы пытаетесь узнавать что-то новое. Но, с другой стороны, вы пытаетесь поменять молодого человека, что тоже, в принципе, хорошо, вы пытаетесь помочь ему найти себя, но вы делаете это через его сопротивление. Он этого не хочет, этого хотите только вы. И вот тонкость вся в этом, что вы этого хотите. Вы хотите, чтобы он себя нашёл, а не он сам. Понимаете? В этом трудно, в этом проблема. И мне кажется, что если вы будете заниматься только собой, и если вы не будете через силу менять молодого человека, но будете демонстрировать ему свой рост, то он увидит, что может вас потерять, и у него будет выбор. Либо иди за вами, либо остаться позади. Вот и всё. Но это будет его выбор. Не вы его заставите, а его выбор. И ваши отношения станут более гармоничными, если каждый из вас сделает свой выбор. Ваши отношения придут, в итоге, к тому, к чему они должны прийти. То есть, к своему, не логическому завершению, а к своему естественному развитию. Вы же пытаетесь это естественное развитие направить в сторону неестественности. И у меня только один вопрос. Почему? Боитесь ли вы дурять молодого человека? Боитесь ли вы остаться одна? Или вам почему-то важно, чтобы молодой человек делал то же, что и вы? Ну, поступал так же, как и вы. Я не знаю, честно говоря, я не знаю. Но я думаю, что это проблема, и это серьёзная проблема. Я не думаю в силу этого, что ваше желание заниматься собой, развиваться, узнавать что-то новое является на 100% аутентичным. Я думаю, что вы это делаете в том числе, чтобы компенсировать какие-то свои противоречия, может быть, страхи. И я думаю, что вы не очень уверенный в себе человек. Потому что вам необходимо, чтобы молодой человек делал то же, что и вы. Тогда, очевидно, вы будете чувствовать себя лучше. Но... Извините. Извините. Но... Эта связь означает, что вы зависимы от другого. Это очень негативная позиция. И она точно мешает вам, она мешает вам становиться той, кто вы есть. Поэтому, с одной стороны, требуется гармонизация ваших отношений. Здесь идеально, чтобы вы обратились вдвоём к психологу и пообщались. А с другой стороны, необходимо выравнивание вашего психологического состояния, корректировка ваших ресурсов и также гармонизация уже вашего собственного эмоционального состояния. Саша, пожалуйста, вы выступаете по отношению к молодому человеку, как родитель, пытаясь его что-то заставить делать. И... Говоря о том, что вы хотите. Но не прислушиваясь и не принимая того, что хочет он сам. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрушится. Удачи. Удачи.